Память, пожелтевшие фотографии, рассказы фронтовиков. Есть у Великой Отечественной и другое наследие, вполне вещественное. До сих пор земля хранит останки погибших солдат. Никто не знает, сколько еще братских могил и неучтенных захоронений найдут специальные поисковые отряды. Однако артефакты войны вызывают интерес и у так называемых черных копателей. Их добычей становятся награды, солдатские жетоны, а главное оружие и боеприпасы. Иногда для коллекции, но чаще на продажу. И как показывает практика, эти винтовки и автоматы из прошлого могут натворить немало новых бед в настоящем, совсем недавний пример трагедии в подмосковном Кратове. Репортаж Виктора Прокушева. Сапоги, лопата, металлоискатель. Все, что нужно, чтобы погрузиться в историю. Чего только не скрывает подмосковная земля. Этот Николай, Николай Первый, по-моему. Три копейки серебром. Что-то из найденного попадет в музей, что-то останется в личной коллекции. Денис называет себя белым копателем. Целью поиска для него является сам процесс. Обо всех действительно важных находках он сообщает властям. А если натыкается на свидетельство войны, будь то мины, снаряды, захоронения, тут же звонит в полицию. А вот черные копатели придерживаются другой стратегии. Черный копатель – это человек, который копает войну непосредственно ради оружия, ради орденов, которые впоследствии продают. Поиски и продажи оружия приносят черным копателям большие деньги. Цены, в зависимости от редкости и состояния экземпляра, от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов. Огромная часть рынка раритетного оружия остается в тени. Выгодно вот именно оружие находить и как-то с ним, как манипуляции делать, там, не знаю, продавать его, перепродавать? Ну, во-первых, это и незаконно, да, и как бы тут уже выгода такая на тоненького, да, то есть играть на грани фола. Черным копателем изначально называли и кратовского стрелка Игоря Зинкова. На его участке обнаружили целый арсенал. Но позже от этой версии следователи отказались, предположив, что все оружие он покупал у коллекционеров и на блошиных рынках. В пользу этой версии высказываются и эксперты. Маузер, который у него был, я видел фотографии, и это совершенно точно не копанная вещь. Совершенно точно. Вот это как-то куплено на черном рынке. Может быть, там с Украины приехала, вот, может быть, с Северного Кавказа. Винтовка Пиба Ди Мартини, которую тоже обнаружили на Пепелище, относится к периоду Первой мировой войны. Найти эту модель в земле в наши дни, да еще и в рабочем состоянии, практически невозможно. Выходит, Зинков черным копателем не был, однако арсеналом обзавестись сумел. В лихие 90-е бизнес черных копателей процветал. Эхом того периода стала знаменитая сцена из фильма Алексея Балабанова. Тульский токарев, он же ТТ, сегодня один. Извини, очень быстро разбираю. Винтовским осеном, я думаю, вас не заинтересует. Слушай, откуда все это? Эхо войны. Впрочем, похоже, что и сейчас приобрести такое эхо войны не так уж и сложно. Измайловский рынок. По выходным тут собираются любители исторических находок. На прилавках макеты и нерабочие модели винтовок Второй мировой. Говорят, что здесь можно купить и полностью боеспособное оружие. А что, реальные оружие вообще не продают? В Израиле, что не находишь. Вы вопрос тут задаете. Но, видимо, надо знать, кому подходить и что спрашивать. Эксперты уверены, черный рынок исторического оружия огромен. Если мы говорим о оружии времен Второй мировой войны, то, чтобы вам было понятно, пистолет-пулемет Шпагина, тот же самый ППШ, произведен в количестве более миллиона 700 экземпляров, из которых 400 тысяч все еще на консервации. И большая их часть осталась на Украине. Поэтому приобрести ППШ злой бандит может на Донбассе совершенно спокойно. Евгений Калашников почти полвека коллекционирует оружие. Собрал около 50 экземпляров оружий и винтовок. Некоторыми гордится особенно. Оно еще уникально тем, что оно единственное, у которого две пары стволов. Вот это 20-й калибр. То есть это один набор? Да, один набор. А это сменные стволы другого 12-го калибра. Ну, в современных ружьях есть такие варианты, когда делают стволы разных калибров к одному ружью, но 1898 год, да? Это стреляли вообще? Оно стреляет, оно полностью рабочее. Иметь такой домашний музей накладно и хлопотно. В квартире должна быть железная дверь, сигнализация с выводом на пульт полиции, сейфы для оружия и для патронов, прикрученные к полу или стене. На каждый ствол есть лицензия. Охотничая. По ней можно хранить и пользоваться пятью гладкоствольными и пятью более мощными нарезными ружьями. И коллекционная. По ней можно иметь неограниченное количество оружия, но стрелять из него нельзя. В любой момент с проверкой может зайти участковый. Продажа, покупка, обмен только с разрешения и под контролем надзорного ведомства. А еще обязательно нужно иметь охотничий билет и каждые пять лет проверяться на наркотики и алкоголь. Иметь подпольную коллекцию куда проще. Никакой бумажной волокиты и ограничений. В конце мая в подмосковном Дедовске оперативники задержали 60-летнего местного жителя. Ружья, карабины, пистолеты, шпаги и даже пушка. А еще сотни патронов для разных видов оружия. Все это он хранил у себя в квартире и на дачном участке. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Откуда он взял это оружие, следствию еще предстоит выяснить, как и в случае с кратовским стрелком. Ни документов, ни лицензий, ни охотничьего билета пенсионер не имел. И таких, как он, наверняка не один десяток. Если задаться целью, то, наверное, в России сейчас можно купить чего угодно. Кому бы это оружие досталось в дальнейшем и в каких целях использовалось, остается только гадать. Но в жизни, как и в театре, ружье, висящее на стене, рано или поздно может и выстрелить. Виктор Прокушев, Данил Гемалов, Егор Залогин, ТВ-Центр. Сейчас прервемся. Далее у нас игра цветов и смыслов на Москову флауэр-шоу, а также Болливуд и роковое искушение, как московский кинофестиваль ломает стереотипы. Об этом сразу после рекламы. Превосходный кофе.